воскресный отдых у наших мальчиков доме отдыхает лаки отдыхает спит а девочки часами расскажешь что не буду делать всем привет привет сегодня у нас воскресенье и мы все отдыхаем и мы с ванессой хотели принять ванну вот такую вот подарок я получила и тут все для ванны я вам это сейчас покажу вот это вот мочалка такая массажная потом это шауа гель это душ гель потом боди лошен это боди лосьон лосьон для тела это пена для воды для ванны потом еще боди скраб это пилинг для тела и еще крем для рук и потом еще соль для ванны и вот в таком красивом чемоданчике эти продукты все мыли вот тут взять удобно и сохранять можно очень красиво вот и сейчас вам мальца еще хочет тоже что-то показать мальчик и в passe в аду отпустить, он растворится. Мама и папа уже использовали. И я теперь тоже буду пробовать. И мы сейчас будем купаться. Всем спасибо за ваши комментарии, что вы переживаете за меня и за мою руку. Мне уже повязку сняли. Рука у меня еще болит, но она заживает уже и не так сильно опухла. Потом я вам еще хочу показать сумку, которую мама мне купила вчера. Это такая большая сумка и в нее можно положить, например, если ты на пляж идешь, полотенце, купальник. И вот сюда можно тоже что-то положить. И мобильный телефон тоже можно сюда положить. И к этой сумке мне мама еще купила косметичку. Очень красивая. И туда можно свои принадлежности положить. И вот тут, и вот тут, вот это такие украшения. Такие вот. Очень красивая и ботная. И я с этой сумки, с этой косметички буду в это лето ходить на пляж. И по вопросу от Татьяны Мельниковой из Новосибирска, я вам хочу сегодня рассказать про нашу школу. И привет, Татьяна. И спасибо за твои комментарии и про твой запрос. И я хочу рассказать сегодня вам про нашу школу. Мы едем 30 июня в химическую лабораторию БАСФ города Людвигскафена. И они получили вот такой информационный лист. И сейчас Мелисса вам расскажет о нем. Вот тут вот стоит, когда мы должны нас встретиться и во сколько. Вот тут вот нам надо встретиться в 6.45 у нашего... На вокзале возле школы. Да. И наш поезд уезжает в 6.35. 53. 53, извините. И вот, потом тут еще стоит, когда мы туда приезжаем, это будет в 7.06. И что мы там делать будем? Потом, когда мы приедем опять домой, это будет, ну туда-обратно, это будет в 14.40. И тут еще стоит, сколько это стоит будет, это будет 5 евро стоить. И вот нам надо вот это вот, это такая карточка. Мы, это школьная карта на весь год, и детям заказывается такая карта в начале осени, ну летом даже, до школы. И по этой карте они ездят весь год на автобусах определенной линии. И с ней они также получают скидку на поезда и на автобусы. И здесь вот нужно 5 евро сдать на билеты, которые уже будут в другой земле, получается. Да, и тут нам еще специальные у них, как сказать, выигранные... Правила в лаборатории, да, правила, по которым они должны быть правильно как бы одеты, то есть соответствующие правилам в лаборатории. Нам надо с закрытыми шуйами прийти, например, кроссовки. Да, обувь закрытая. Шуя – это обувь. И длинные джинсы. Штаны. Штаны. И у кого длинные волосы, их надо наверх поднять, на голову. И потом еще нам, потому что мы поздно приедем опять назад, нам надо очень много попить и покушать, взять. И потом тут надо обрезать листик. И тут расписаться надо маме и папе. Потом тут где ты живешь и дата. И мое имя. Ну, от кого это? Это для того, что ты ознакомился с этим документом и что ты согласен, что твой ребенок поедет в эту поездку, в эту лабораторию химическую. Да. И потом я еще вам хочу показать мои тесты. Мы в этой неделе очень много писали и получили их назад. Вот. Этот тест идет, по-немецки называется, Эбхонда. Ну, это про земли, про озеро. Про моря. Ну, наподобие, наверное, я бы сказала, природоведение, скорее всего. Ну, вот в эту сторону. Ну, не совсем география. Между, наверное, как-то. Да, и вот тут вот класс пишется, дата и имя свое. И потом уже начинаются вопросы. Вопросы. Вот. Потом тут еще надо написать. Здесь также стоят пункты. Вот напротив каждого задания стоят пункты, которые должны быть выполнены. То есть, каждое задание имеет свои пункты. Например, вот задание номер 3 имеет 4 пункта. И еще одна графа перед этим пустая. И ее заполняет учитель. Сколько пунктов ты набрал в этом задании? Вот, например, Мелисса набрала из 4 пунктов 3,5 пункта. И здесь также, вот, например, в первом задании 5 пунктов, Мелисса набрала 4. Во втором задании надо 2, Мелисса из 2 сделала 2. И также, вот вторая часть, там был 2А, здесь 2Б. Из 4 пунктов Мелисса сделала 3 пункта. И в конце также вот это общий балл 15. За этот тест нужно набрать максимальное количество баллов 15. Мелисса из 15 набрала 12,5. Оценку она получила 2. Здесь роспись и дата учителя. И дальше Мелисса будет сама рассказывать. Да. Вот, потом мы еще получили тест по музыке. Вот тут вот тоже надо написать свое имя, класс и дата тут стоит. И тут начинаются тоже вопросы. И тут надо объяснить про один тон. И вот тут вот надо было тонны нарисовать. И вот тут вот тоже стоит, вот, тут тоже стоит сколько пунктов ты можешь на эти задания получить. Потом тут вот стоит сколько ты пунктов получил. Должен получить. Да, да, должен получить. И сколько ты пунктов получил. Потом тут роспись от учителя. И дата тоже. И нота. У меня 2 с плюсом. И я вам еще хочу что-то сказать. Мама мне рассказывала, что у нее это так было, что 5 это самая хорошая оценка, а 1 это самая плохая оценка. У нас это по-другому. У нас 6 самая плохая, а 1 самая хорошая оценка. Наоборот получается. И здесь 6-тибальная система. А в мое время, когда я училась в школе, была 5-тибальная система. Потом я еще получила немецкий назад. Это про... нам историю надо было... Наподобие сочинения, я бы сказала, в наше время. Как бы наподобие сочинения. Тут вот надо было написать, про что твоя история будет идти. И вот этот листик. Тут вот написано, что тебе делать надо. Потом ты можешь выбрать... Ты берешь вот эту вот историю. Это про лягушку и птицу. Или ты берешь вот эту вот историю. Это тоже про лягушку и 2 утенка. Я выбрала вот эту вот историю. И написала вот эту айлайту. Начало. Ой, я забыла уже по-русски. Совсем забываю, как будет. Это вступление, получается, наверное, да. Потом вот это вот хауптай. Это главная часть. А вот это вот уже конец тогда. И вот тут вот нам надо было написать моральную. Вот. И потом учитель пишет, ну, исправляет мне вот тут вот везде. И... Пометки, сноски делают. Да. Потом он тут опять расписался. И вот такой квитерний листик мы получили. Тут стоит, что нам надо было в этой истории сделать. Мы это до этого не видим. Это для учителя. Чтоб он отмечал, как ты эту историю написал. И я поэтому получила один с минусом. Еще я хотела добавить, что на каждом тесте родители должны оставлять свою роспись. И когда тест отдаешь опять назад учителю, он будет видеть, что родители тест просмотрели и знают оценку от ребенка. Я надеюсь, вам это видео понравилось. Я желаю вам хорошей недели. Ставьте лайки. И до новых видео. Пока!